Звуки, сирены и световые сигналы на машинах скорой помощи, рассекающих улицы города. Сотрудники служб неотложной помощи спешат на спасение жизни людей. День или ночь для сотрудников скорой значения не имеет. Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября, во многих странах отмечается знаменательная дата – Всемирный день оказания первой помощи. Еще в 20-х годах прошлого века в Азербайджане братья Нобеля организовали службу первой помощи для работников нефтяных промыслов. Когда рабочие получали различного рода травмы, бригада врачей на повозке, запряженной лошадьми, спешила на помощь. Чуть позже эта служба отделилась и стала действовать при медицинских учреждениях. Больше всего в летний сезон поступают вызовы из-за пострадавших от солнечных ударов, укусов змей или терпящих бедствия на воде. Это лето стало исключением. За время пандемии коронавируса на плечи медиков пал большой груз. Сейчас в день на смену выходят 138 бригад скорой помощи. Поступают около 2000 вызовов в сутки. И в период пандемии мы работали в усиленном режиме. Но после смягчения карантина количество звонков возросло. Это потому, что люди частично вернулись на работу и возобновился учебный год. Еще одна причина тому – сезонный грипп. Главное – это вовремя обратиться за помощью, говорят медики. Ведь на кону человеческая жизнь. Если видите, что человек теряет сознание, не медлите. Набирайте номер 103. Они на связи круглосуточно. Нигер Рахманова, Сибиси.